Существует ли движок для создания игр в разы проще, чем Unity, и чтобы игры получались не хуже? Да, существует, и как раз о нём я расскажу в этом видео. Привет, вы находитесь на канале по созданию игр, и с вами по-прежнему Арталаски. Недавно я наткнулся на весьма интересный экземпляр под названием Короналабс. Я видел много разных игровых движков, и насколько вы помните, всегда советую смотреть в сторону универсалов, таких как Unity или Unreal, ну в крайнем случае Construct. Однако в этот раз я с уверенностью могу сказать, что Короналабс достойна внимания не меньше этой троицы. В ней есть всё, что нужно для создания хороших 2D игр. Никаких сложных интерфейсов, никаких сложных языков и никаких огромных дистрибутивов. Вся игровая логика пишется на достаточно простом и очень популярном скриптовом языке Lua, который можно осваивать буквально за неделю. Я это к тому, что не нужно бояться программирования на этом движке. Да и вообще сама Корона достаточно дружелюбна к пользователю. Она заточена под создание 2D игр и имеет соответствующий функционал. Ничего лишнего. Каких-то сложных манипуляций для начала разработки и компиляции готовой игры делать не нужно. Движок работает прямо из коробки и из неё же компилирует билд на нужные вам платформы. Само собой, поддерживает встраивание рекламы. Также приятной фишкой стал Live Build. Возможность тестирования вашего билда сразу на нескольких устройствах. Спрайтерам и прочим создателям разнообразного контента понравится магазин ресурсов, где они смогут продавать свои работы. Окей, теперь давайте познакомимся с ним поближе и скачаем его с официального сайта. Нажимаем на кнопку Download, регистрируемся и нажимаем на Download Corona SDK. Выбираем платформу и скачиваем. Не забудьте подтвердить свой e-mail, там письмо на почту придёт. Также должен сказать, что движок постоянно развивается, имеет отличное финансирование и при этом абсолютно бесплатен. К слову, на Короне сделано немало хороших игр и им не блесгают даже именитые разработчики. Поэтому я считаю, вам стоит обратить внимание на этот инструмент. Особенно если вы ещё начинающий разработчик и не определились с тем, где вы хотите делать игры и какие, то, думаю, Корона вам поможет с этим определиться. Так как этот инструмент довольно свежий в русском сегменте, то и уроков по нему совсем мало. Однако уже есть официальное русское сообщество разработчиков. Я мог бы сделать небольшую серию уроков по работе с этим движком, и если вам это интересно, обязательно напишите об этом в комментарии под видео. И кстати, если оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. С вами был Арталаски, пока!